Итак, всем привет, господа! Добрейший вечерочек! Сегодня он по-настоящему продолжает быть добрейшим, значит капитализация биткоина уже превысила 100 миллиардов долларов. И, соответственно, сейчас торгуется биткоин на CoinMarketCap 5800 долларов среднее значение бирж. Если мы посмотрим на биткоин на Binance, то мы увидим, что он там торгуется у отметки 5800, что, естественно, доказывает сейчас, что это практически хай в последнее время. Биткоин успешно обновил, значит, то значение, тот дамп, который был, тот хай, вернее, перед дампом, где были новости про тизер, про BitFenix, страшилки, где люди, торговавшие на новостях, естественно, все это дело слили, ну или поставили стопы, их повыбивало и, в принципе, они прозевали вот это движение. Сейчас мы видим, что биткоин уверенно идет наверх и я считаю, что запуская такую новость, не просто так все это делали и это значение, я считаю, что не ограничится отметкой 5800 по Binance. Я считаю, что Binance отметка ключевая 6000, если закрываемся выше, то уже можно, значит, уже говорить про 6400, 6800 и, соответственно, я считаю, что это имеет место быть, потому что люди все еще боятся покупать. И я считаю, что здесь очень хороший нужен рост, памп, чтобы люди купили наконец-то. Они не будут покупать по 5800, они не будут покупать по 6, они не будут покупать по 6500, а вот по 7, по 8, возможно, они и купят. Поэтому здесь я считаю, что нужно запустить этот механизм, но нужно отметить, что такие люди, как Майкл Новоградс, уже заявили, что ланги победили и они победят. И он заявил, что значит в шорт не стоит вставать и сейчас ланги все еще, значит, выигрывают у шортистов, у тех людей, которые стали шортить биткоин с отметок 4000 или они стали это делать сейчас, что более благоразумно. Почему? Потому что биткоин вырос и после роста, когда все сейчас покупают его, как раз-таки по логике нужно шортить, но я не говорю, что это нужно делать. Пока что еще биткоин демонстрирует силу и, естественно, мы видим, что здесь очень даже все хорошо. По бирже BitFenix биткоин торгуется отметки 6100 долларов, а максимальная отметка была 6150. Также нужно отметить, что отличились альткоины, несмотря на то, что биткоин доминант сейчас 55% и даже выше, альткоины все-таки дали жару к доллару. И мы видим, что такие альткоины, как лайткоин, эфириум, ну, более-менее себя показали сегодня, особенно лайткоин. Он вырос, ну, практически на 8,5%. То есть 8,5% мы имеем по лайткоину и, соответственно, я считаю, что это очень позитивно. Однако нужно понимать, что если движение наверх не продолжится, то это не более чем отскок. И важная отметка, я считаю, что по лайткоину где-то это 74, уход ниже все-таки будет свидетельствовать о такой коррекции, которая имеет место быть. И когда скорректируется биткоин, упадет, то я считаю, что альта, она все-таки не будет расти, либо будет пампиться, выборочно, как это все делается. Либо все-таки мы увидим снисходящее движение альткоинов тоже. А то, что сейчас происходит, ну, думаю, что имеет место быть теория, не более чем отскок. Ну, однозначно, те, кто, в принципе, ланговали здесь, у них еще сейчас очень хорошая ситуация. Это движение практически медвежье, в кавычках, его не довели до отметки 60 долларов, где начинался памп. И, соответственно, здесь уже у людей, которые набрали лангов, в принципе, здесь или здесь нервы начали сдавать, они скинули. И мы увидели, соответственно, рост лайткоина. Ну, такой некий отскок. Я считаю, что это позитивно, определенно. И лучше скидывать на отскоке. Здесь где-то будет скриншот с вип-группы. Я писал, что если у кого-то есть лонг здесь, а мы давали сигналы, то, соответственно, скидывайте на отскоке, а не как толпа. Ну, в принципе, в донных значениях каких-то вы сливаете. Это, ну, очень плохо. Поэтому, если что, випка будет в описании. Скидывайте, значит, криптовалюту очень грамотно. Что касается, значит, других новостей, то, что Александр заявил, что последний раз биткоин, когда пересекал 100 миллиардов долларов, его цена после этого пересечения взлетела до 20 тысяч долларов за один биткоин. Ну, речь идет о капитализации биткоина. Когда он пересек эту отметку, мы видели бычье ралли. Ну, я считаю, что, опять-таки, имеет место быть здесь манипуляция. Однако, с таким новостным фоном можно даже полагать, что биткоин вырастет и на 7 тысяч долларов. И я не удивлюсь. Но, так или иначе, нужно будет сейчас уже заводить биткоин на биржу с холодных кошельков и ставить стопы, потому что движение необходимо сохранить. Что касается, значит, других новостей, то, что Microsoft и JP Morgan проведут интеграцию собственных проектов в сфере блокчейна. И, значит, здесь блокчейн Quarum, создателем которого JP Morgan, трудится на протяжении 4 лет, станет первым распределенным реестром, доступным для пользователей сервиса Azure Blockchain. Очень интересно то, что трудится уже на протяжении 4 лет. Очень интересно. То есть, за долго до хайпа биткоина, за 2017 год. Ну, как долго? За 1-2 года. А в рамках сделки Microsoft предоставит инженерное обеспечение, консультацию, поддержку в вопросе вывода платформы на рынок. А что касается, значит, исследования, то, что российские трейдеры входят в топ-5 по активности на криптобиржах в мире. И первое место не стало сюрпризом. С большим преимуществом оно принадлежит США, на которое приходится около 22 миллионов визитов в месяц. Дальше идет Япония, Корея, Великобритания и на пятом месте Россия. Но очень интересно. То есть, статистика на последнем месте идет Индонезия. А, кстати, на 12-м Украина. Белоруссии вроде как здесь нет. Что касается, значит, эфириум кошелька биржи Bitfinex, вернее Bitfinex, да, он опустел почти наполовину. Это холодный кошелек этой биржи. И сейчас почти наполовину там было переброшено на другие кошельки эфириумов. И, возможно, их будут либо если продавать, то это очень страшно. Страшно. Это старая добрая банковская паника. Ребята, поделился мнением автор твита. По данным оттокена анализист, к настоящему времени отток средств в эфириум с Bitfinex, по всей видимости, приостановился. Однако, отток средств в биткоин с этой биржи продолжается. Но нужно отметить, что Bitfinex переживает не самые лучшие времена. И, кстати, это может поспособствовать обвалу рынка. При этом коррекция, я считаю, что будет на 4600, 4700 и с значением 6000 или 6400 по биткоину. Я считаю, что это вполне адекватно. Но никак не 3000 и, возможно, новое дно. Но на что можно согласиться-то на ретест дна, поскольку золотой крест, золотое пересечение на других инструментах показывало нам на том же золоте, что зачастую мы видели возврат биткоина после этого пересечения на прежней позиции. Вернее, золото на прежней позиции, а потом золото после второго пересечения пошло наверх. Но нужно смотреть инструменты и историю. А Центробанк Сингапура не увидел, кстати, преимущество в платежных решениях Ripple. Мы ничего особенного не видим в банках с цифровой валюте Ripple. Но определенно надеемся, что сможем устранить большую неэффективность, когда речь заходит о трансграничных платежах. Но все-таки это бьет немного по курсу Ripple, XRP токена. И на самом деле токен раньше, когда биткоин рос или падал, очень хорошо вырастал. И практически я помню, что у Ripple XRP токена была волатильность 10-20%. А сейчас 1-2% с горем пополам. Даже тот же Ethereum, Litecoin. Litecoin куда лучше выглядеть, нежели, конечно же, XRP. Соответственно, мы видим, что тренд поменялся. Тренд поменялся и холдеры XRP в недоумении, куда инвестировать, что делать. Я считаю, что необходимо инвестировать в живые инструменты. Да и, конечно, Litecoin себя очень хорошо показал. Вот берите пример. Стартовали, кстати, продажи AXIC майнера от майнера T17 от BitMine. Нужно заметить, что это старая новость. Но, однако, хочу напомнить, что, значит, дата поставки приобретенных устройств будет 5-20 мая 2019 года. А, соответственно, BitMine, поскольку она сделала нам такой вот подарок в мае, я это прогнозировал, что будет второй памп в мае. Ну, действительно, могу вам показать. Да, действительно, этот видеоролик был, где я говорил о том, что BitMine готовит второй памп в мае. Рост Биткоина на 2019 год, май прогноз. Ну, в принципе, что можно сказать. Я считаю, что здесь замешан бы BitMine, как это в первом случае было. И поэтому мы увидели это. Но, что хочется сказать. То есть, потихоньку мы продолжаем расти. Нужно отметить, что по биржбинанс 5800 и выше торгуется сейчас Биткоин. Продолжает идти наверх. И нужно отметить, что эта эйфория может продлиться недолго. Соответственно, те люди, которые располагают Биткоинами. Ну, задумайтесь, могли бы вы скинуть лонг и зашортить Биткоин. С каких значений, да? И когда это лучше сделать? На самом деле был Криптовтей. Всем удачи, всем пока. И випка будет в описании. До новых встреч.